Уфимская трасса Уфаэропорт в последнее время, наверное, одна из самых обсуждаемых тем не только в местных, но и в федеральных средствах массовой информации. Асфальт, который ложили специально к саммитам, трескается. На нем появляются дыры. К сожалению, плохие дороги – это одна из основных проблем нашего города. Поэтому на их ремонт было выделено дополнительное средство в городской бюджет. И это стало одной из главных тем 47-го заседания городского совета города Уфы. Мы получили очередной транш на сумму более 200 миллиардов рублей. Источники – это республиканский бюджет, получатель по нашему муниципальному бюджету – это в основном на 95% дороги. То есть это подготовка к саммитам Шоссе-Брикс, это приведение в порядок наших основных транспортных магистралей, это переходы и все, что связано с благоустройством. Поэтому это плановое поступление, мы давно его ждали и в плане оно у нас, конечно же, стояло. С каждым годом увеличиваются эти поступления. И я надеюсь, что в рамках закона о столице Республики Уфы, как столице Республики Башкортостан, это будет постоянная составляющая нашу столичному бюджету. Кроме того, выросли собственные доходы Уфы на 320 миллионов рублей. И, как отмечает Айдар Зубаиров, это произошло в основном за счет собираемости средств по налогам. Второй темой на повестке дня заседания горсовета стало внесение изменения в оказание ритуальных услуг. Теперь бесплатные земельные участки для захоронения сократятся. Их длина останется прежним 2 метра, а ширина сократится с метра до 80 сантиметров. Также сократится расстояние между участками. По старым захоронениям мы сокращаем решением совета границы до объективных и оптимальных, которые позволяют и в старые захоронения подзахоронивать родственников. Я считаю, это решение оправдано, это решение проработано, это решение правильное. Появится законодательная база решением совета, которая позволит комбинату специального обслуживания выдавать разрешение на эти захоронения. Такое решение было принято в связи с нехваткой мест для захоронения на территории Уфы. Как объяснил Андрей Носков, это пока не стало острой проблемой, но есть некоторые нюансы. Например, невозможность обустроить новое кладбище. Новое кладбище, этот вопрос очень актуален и необходимо его решать. Территорий городского округа земли не хватает для этого, потому что новое кладбище, это, извините, не 40 гектаров, это большое количество земли, которое необходимо оформить, привести в состояние для того, чтобы это дело можно было использовать не один, не пять лет, а условно 30-40 лет. Нет, у нас есть места для захоронений, у нас есть в Тимашево места захоронений, у нас есть на западных кладбищах места для захоронений. Но, к сожалению, эти территории надо тоже немножко отсыпать, готовить, хотя они огорожены. Территорий для захоронений в городе есть и никаких сомнений о том, что, допустим, завтра что-то будут, какие-то вопросы не решены по захоронениям. Таких вопросов нет.